Всем приветики! Уже завтра у нас 1 декабря, первый день зимы. Но сегодня в Москве происходило что-то невероятное. Всю ночь просто лим какой-то тропический дождь, утром были нереальные пробки, просто воды по щихолотку, это просто был какой-то кошмарный кошмар. Но несмотря на это, нужно создавать новогоднее настроение, тем более в магазинах столько всего сейчас продается красивого, и скоро мы будем наряжать ёлочку, я очень люблю это занятие. Поэтому я решила проехаться по магазинам и посмотреть, что же новенького и классненького продают, сравнить цены и, возможно, что-то прикупить. Я в прошлом году очень много купила игрушек, потому что у меня до этого была ёлка, немножко такая облезла, и поэтому даже всё равно, хоть я много купила, мне всё равно их не хватает, поэтому я всегда в поисках чего-то новенького и интересненького. Так что, пойдёмте смотреть. Ну что, идём в первый магазин, это магазин Хофф. Тут прям Новый год, Новый год уже такой. Так красиво. Так, в общем, есть вот такие шарики. Непонятно, сколько стоят, но симпатичные. Вот такие подсвечники, 300 рублей, то есть такие же есть в фикс-прайсе. Так. Куча шаров. Так, ну это пластик. Это ещё пластик, но красивые. Шарики. Ну вот, цены, конечно, по 400 рублей, только чёртся. Так. Вот такие штуки есть. Цветок на клипсе. Он пристёгивается. Смотрите, какие милые всякие оленятки. Стоят 400 рублей. Я думаю, я его возьму. Прям очень милый. И вон куча их всяких подобных. Очень красивая вот такая вот девочка. И ещё вот такая. Такая принцесска стоит 400 рублей. Очень прикольная, красивая. Это они такие милые вообще. Она по 500 рублей. О, вот такие стрекоски. Есть в фикс-прайсе. Точно такие же. Так, здесь цена 179. Ещё вот такие очень красивые. Она вообще по 600 рублей. Но очень красивая, конечно. Вот такие бабочки. У меня даже есть только в белом цвете. В фикс-прайсе точно такие же есть. Не знаю, сколько стоят. Не написано. Ой, куча, куча, куча шариков. Вот таких я ещё принцессок нашла. Я, наверное, такую возьму. Чтобы у меня были разные. Такие ещё классные. На клипсе крепятся к ёлочке. Такие поменьше. И большие цветочки тоже. Такие бабочки красивые. По 179 стучка. Блестящие, красивые. Вот такие клёвенькие на клипсе. Я возьму вот такие. Вот они идут по акции, кстати. Такие мне шарики ещё понравились. Они прям такие обсыпные. Такие красивые. Как будто бы в снежку. Припалённый снегом. Но их надо штук 10. И это выливается в копеечку, конечно. Ну вот и первая добыча. Две вот такие красотки. Сейчас положу их в машину. Потому что это влющиеся, конечно, девчонки. Принцесски такие. Я пришла в магазин Икеи. Тут, конечно, по бюджету тоже цены. Сейчас вам покажу. Тоже пластиковые. Ну, смотрите, сколько больших шар. 69 рублей. Ой, даже два. Нет, один. Такой огромный. Тоже прикольный, кстати. Вообще по 39 рублей. 29. С символом года. То есть, ну, цены уже, конечно, более адекватные. Вот такие прикольные цветочки. Тоже на клипсе. Прям так классно, мне кажется, будет смотреться. И с хорошей скидкой. С хорошей скидкой. Малюсенькие. Синенькие из перышек, кстати. Неплохие. Ну, вот было бы 3 за такую цену, я бы заготочила. Смотрите, какие огромные. Просто гигантские. 400 рублей. Ну, куча других всяких маленьких наборчиков. Ну, тоже прям много там шаров. Много-много шаров. Блин, такие клёвые шишки. Это прям вот, как знаете, подобие советских игрушек. Очень классные. 50 рублей шишка. Пластик. Мне кажется, надо брать. Очень интересные. Вот такие солдатики деревянные. И вот такие наборы. Ну, понятно, дело, это всё пластик. Но, похоже, есть в твоём доме. И там стоят вот 6 тысяч. Кстати, очень красивая мисура. Очень красивая. Наверное, возьму. О, здесь прям много-много вот этих вот цветочков. По 100 рублей. Кстати, у меня нету верхушки вот такой на ёлку. Неплосили, кстати. Много-много недорогой мишуры. Такая, мне кажется, очень неплохая, пушистая. Ну, вот я отоварилась в окей. Помимо, я там купила немножко продуктов. Я для Нового года всё-таки купила две мишуры по 100 рублей и игрушечные украшения в виде шишечек. За 150 рублей. Едем дальше. Заезжала, был дождь. А выезжаю. Метель. Зима. Всё-таки зима. Решила отступить в свои права. Ну, а теперь я еду в магазин FixPrice. На самом деле, больше ради интереса, потому что в Хофе я увидела очень много игрушек из Фикса. Только, ну, по двойной или по тройной цене. Поэтому посмотрим, во-первых, что же появилось новенького в Фиксе и на сколько нас обманывает Хоф. Сейчас мы это всё узнаем. Короче, здесь есть вот такие вот конфетки. Я их себе беру. Ну, так они выглядят. Это в виде денежек по 55 рублей. На том же Валберсе они стоят в районе 150. Ну, вот начались новогодние ряды. Вот такие бусики в прошлом году брала. Они очень клёвые. Прям классные, классные. Наверное, розовенькие возьму. Так, они стоят 55 рублей. Такие прям очень миленькие подарочки. Подозреваю, что 100 рублей. Очень классные наборы для творчества. Это фигурка и фломастеры. Я купила деткам подарок на Новый год как доп. подарок. Стоят всего 150 рублей. Вот такие прям вообще миленькие. Очень миленькие. Очень миленькие девчонки на лыжах. Ещё мне очень нравятся вот такие бархатные вешалки. В наборе 4 штучки. Стоят 149 рублей. Также рекомендую в отделе бытовой химии присмотреться к кислородному отбеливателю Персоль всего за 18 рублей. Но очень хорошо. Всё очищает. Слушайте, просто за считанные секунды заметают. Нас заметает. Наступает зима. В общем, я сейчас решила съездить ещё в один магазин Фикс Прайс, в том, в котором я была. Что-то мне показалось, там маловато игрушечек. Я решила заехать ещё в другое пососедство, в котором я обычно бываю. Там он такой, знаете, поменьше немножечко, подвальное оповещение. У меня муж когда первый раз пришёл, сказал, господи, не ходи в этот магазин больше, это какой-то ужас. Ну, там действительно всё так, знаете, набросано, накидано и очень тесновато. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что найду там что-нибудь интересненькое. Это, конечно, прикол. Я уже вышла из машины, но вспомнила, что я в Фиксе напихала всё в рюкзак, поэтому сейчас буду выгружать, дабы меня воровкой не обозвали. Вот они, кстати, эти миленькие такие штучки. Мишка и пингвинчик. Такие шапочки вязанные прям мишки. Классные! Поеду сейчас деток забирать из сада. Подарю им, я думаю, уже, потому что терпелки у меня вообще ноль. Так, ну и, конечно, бусики-бусики. Бусики-бусики я взяла в трёх разных оттенках. У меня ещё дома, по-моему, штуки четыре есть, но они прям очень круто смотрятся на ёлке. Мне нравится. Так. Ну, вроде всё. Можно идти. Смотрите, какие прикольные птички в фиксе за 99 рублей. Пластик, очень красивые. Также вот такие птички на прищепочках. Есть разные оттенки. Даже беленькие. Очень симпатичные, как мне кажется. Пожалуй, беленькие я возьму. Так. Ну и... Вот ещё очень интересная такая подвесочка за 77 рублей всего лишь. Ну, это сломанная, но там очень много хороших. Такие бусики. О, сосульки, прикольные сосульки. Как в кофе, кстати. Птичками я не увидела, что там ещё висят и бабочки, и стрекозки. Стоимость 100 рублей. По сути, то же самое, что в кофе, но в два раза дешевле. Неплохие стеклянные шары. Мне очень понравились в таким пудровом, розовом цвете, но минус стекла, что они, к сожалению, оказались битые. Ну, все остальные шарики очень простые. Так себе. Очень понравились вот такие вот маленькие гномики всего за 150 рублей. Есть очень много разных вариантов. Так, ну что? В этом фикс-прайсе всё то же самое, всё набросано только. Ну, какие-то вещи, наоборот, на более видных местах. Я купила вот такие вот игрушечки. Это вот такие вот сосульки. Вот такую вот птичку из серии, как вот у меня есть стрекозки и бабочки. Так что... И, кстати, в этом фиксе я нашла и бабочек, и стрекозок. Немножечко другие. Они тоже теперь по одной сути продаются. Они в упаковке. Но не суть. Они есть. И вот таких вот нежных птичек я купила. Последние были беленькие, были ещё коричненькие. В общем, сейчас едем домой, всё это везём и ещё более подробно посмотрим. Но я пока поем. Я в фиксе всегда покупаю вот такой вот батончик за 27 рублей. Тип протеиновый. Не знаю, если честно, помогает ли он в наращивании мышц и поддержании нормы белка, но он вкусный. Я наконец-то добралась до дома. Сейчас покажу в общем, что же я купила. Итак, начнём, наверное, с покупок окей. Я купила вот такие вот шишечки классные под ретро. Кстати, я заметила, что во многих магазинах прям вот модно ретро-игрушки, но они действительно классные. Кстати, у родителей много советских игрушек, и я бы их с удовольствием изобрала часть, потому что всё равно мы половину не вешаем, их очень много. Но то я боялась, что дети будут их бить, потому что они помогают мне наряжать ёлку. Иногда это, конечно, не очень аккуратно, игрушки падают. А теперь кот, который 100% заинтересуется ёлкой, и поэтому стеклянные игрушки мне не подходят. Поэтому я купила вот такие вот пластиковые шишечки, очень красивые. Мне кажется, маловато я купила, надо было бы побольше. Стоят они 149 рублей, 50 рублей шишка. В Фиксе тоже были шишки, как вы видели. по-моему, по 55 рублей. Но они такие поменьше и, кстати, стеклянные. Кстати, стеклянные. Так, ну и окей, ещё я купила две вот такие вот красивые мишуры. Куда же без них? Ой! Он по мне корябается. Вот, да. Ему прям вообще, он влюблён в мишуру. Тебе нравится мишура? Одна стоит вот эта вот розовенькая 119 рублей, серебро 199 рублей. Очень красивые на ёлочке будут гармонировать. У меня есть ещё голубая, зелёная. Ну, в общем, я их очень красиво заматываю. Как мне кажется, красиво заматываю. Так что, мишура. Так, пока мы это откладываем и тебе откладываем. Так, теперь приступим к фикс-прайсу. Что же я купила в фиксе? В первом фиксе я купила три вот таких вот упаковочки бусиков. Кстати, фирма снежное кружево очень прям вот реально классное. Мне нравится. Я уже в том году покупала такие. Тоже у меня, по-моему, голубые, розовые, фиолетовые. Немножечко цвета отличаются, но они очень красиво смотрятся на ёлке. 55 рублей. Вот это вот удовольствие стоит здесь четыре метра. Четыре. Просто обмотаться можно. Так, что еще? Я, наверное, буду показывать не по порядку, потому что иначе я запутаюсь. Так, вот такие птички, вот такие прекрасные птички у нас стоят птички 149 рублей. То есть, по 75 рублей птичка, но я очень их хотела, прям, но они классные. Они прям классные, прекрасные, с перышками. Так, дальше. Вот такую птичку купила в стиле бабочек и стрекоза. Эти бабочки и стрекозки там тоже были, но у меня они есть, поэтому я не стала покупать. И вот такую вот я купила милую девочку на лыжах. Прям, ну, классная. Классная. Все будет на ёлочке. Так, что еще тут у меня остается? Сосульки. Ой, кстати, сосульки стоят 77 рублей, здесь 5 штук. Сосульки просто обалденные. Мне кажется, они будут очень хорошо смотреться на ёлочки. Может быть, я еще докуплю. Но мне бывает, погнать, я начинаю наряжать ёлку, и думаю, вот это вот, мне бы еще вот это вот. И еду еще и покупаю. Так что, ну, до этого еще далеко. Так что, пока будем довольствоваться тем, что есть. Мне кажется, цена 100 рублей, просто прекрасная 20 рублей сосулька, потому что, ну, в кофе они стоят неадекватных денег. Так, ну, и все, все, фикси, я все, все купила, все, что я купила, фикси. Так, и, конечно, вишенка на торте. Это покупочки из магазина Хофф. Ну, просто, просто, они такие прекрасные, вот эти вот девчушки, ангелочки, я просто не могла пройти мимо. И вторая вот такая вот балеринка, ну, какая-то она очень волшебная, очень нежная, такая красивая. Да, эти две игрушечки обошлись мне в 830 рублей. Ну, они классные, ну, классные же, Лишь бы их только не кокнули, вот этого я очень боюсь, поэтому я их повешу куда-нибудь повыше и буду вешать сама и тихоря. Ну, а на этом все. Покупочки мои завершены на сегодняшний день. Так что, в принципе, к тому, чтобы наряжать елку, я готова. Но 1 декабря, конечно, рановато. Я в прошлом году нарядила, мне кажется, 1 декабря, и дети мне каждый день спрашивали, а где подарки, когда придет Дед Мороз? Поэтому в этом году я решила, что я буду наряжать, наверное, в 20-х числах. И, конечно же, я все вам покажу. Какая у меня елка, как я наряжаю, какие игрушки, и, возможно, что-то еще докуплю, тоже вам об этом скажу.